Всем привет! С вами Лара Шум, Человек-эксперимент. И сегодня я расскажу о своем эксперименте, который длился три месяца. Мы всегда хотим знать о своем будущем. Мы для этого ходим к гадалкам, мы фантазируем, мечтаем. Оно нас всегда привлекает, а что же будет там. И сегодня я хочу вам рассказать одну интересную историю, как я сделала упражнение и записала, рассказала себе о своем будущем. Итак, три месяца назад я узнала такую интересную вещь, что можно записать свое будущее на телефон и куда-нибудь отложить, периодически это просматривать. Мне стало это интересно. Я записала в свой дневник, внесла это пунктиком. Но дело в том, что этот пунктик всегда переносился. На день, на неделю, я все никак не могла сесть и записать себе, рассказать о своем будущем. Я думала, вот сейчас я сяду, помедитирую, правильно подышу, никого не будет, свечи зажгу, схожу в душ, и вот тогда я обязательно запишу. Спустя три месяца я поняла, почему я себя тормозила. Я не знала, а как это? Вот взять и рассказать себе о своем будущем. Как? Я не знала. И в течение трех месяцев случались интересные истории. Однажды смотрела одного психотерапевта и услышала такую интересную историю, теорию, что мы записываем свое будущее, будучи в детстве, что у нас есть некий отдел в голове, который, где записано наше будущее. Я с этим согласилась. Почему? Потому что ведь мы видим поведение наших родителей, наших родственников, друзей, и мы как-то понимаем, что мы вырастим и пойдем вот таким-таким-таким путем. Ну, например, моя мама очень много пила, соответственно, я выросла тоже, пила 15 лет. Сейчас я уже не пью 15 лет, но я повторила сценарий мамы. Эту теорию выдвинул один господин, сейчас не помню, честно, кто такой, но ученые в итоге это смогли доказать, что действительно в нашей голове это есть. Далее у меня полетели оба колена. Это, конечно, большая проблема, над которой я сейчас работаю, но при этом я анализирую этот момент и понимаю, что я прожила какой-то определенный сценарий мамы, проживаю теперь определенный сценарий моей бабушки. А где мой сценарий? Где мой сценарий жизни? То есть у меня, у бабушки болели колени. Я это в детстве все видела, и уже тогда я понимала, что я вырасту, и вот у меня будут тоже болеть колени, суставы коленей. Я видела, как бабушка делала настойки, как она смазала колени, обертывала их, как ей было тяжело, я это все наблюдала. А этот сценарий у меня записался в голове, я так считаю. Я подумала, почему бы мне не переписать этот момент, и я изучала гипнотерапию. Я понимала, что я могу сама себе сейчас прописать гипнотерапию. То есть я знаю шапку, я знаю, как выйти из гипноза, мне осталось прописать только середку. Убрать сценарий своей мамы и убрать сценарий своей бабушки. Я этим занялась. Далее я поделилась этой теорией и своими вообще мыслями со своим руководителем, а он у меня по образованию психотерапевт. И он мне подсказал одно очень интересное упражнение. Я вам сейчас о нем расскажу, вам выбирать, делать это или не делать. Вообще вам выбирать, слушать меня или нет. Правильно? Вот. Может кто-то подумает, о, какие бредовые идеи у женщины вообще в голове, да? Выбор каждого. И он сказал, Лар, пока вот ты это делаешь, на это уйдет какое-то иное время, а я предлагаю тебе как можно легко войти в самогипноз. Ты встаешь около зеркала и смотришь себе глаза в глаза. Прописываешь несколько предложений, которые ты считаешь, что они тебе помогут, и начинаешь их произносить несколько раз, каждый раз выделяя следующее слово интонационно. Сейчас я приведу пример. Я написала так. Я имею право проживать свой сценарий, а не сценарий бабушки или мамы. Я встала перед зеркалом и начала смотреть себе в глаза и просто говорить. Я имею право проживать свой сценарий, а не сценарий жизни бабушки или мамы. Далее. Я имею право проживать свой сценарий жизни, а не сценарий бабушки или мамы. Я имею право проживать. Ну и так далее. Это мини-гипноз. Вы сами себя гипнотизируете, сами себе помогаете. Вы можете взять свою какую-то проблему и вести в себя вот такое небольшое гипнотическое состояние. И сделав вот это упражнение, у меня всё встало на свои места. Я должна прописать своё будущее на видеокамеру. Я обязана это сделать, потому что это получается самогипноз. Всё очень просто. Я буду сама себя программировать на определённое будущее. Это как пойти к гадалке, которая расскажет вам о будущем, и вы будете к нему стремиться, потому что это же сказала гадалка. А в данном случае гадалкой буду я сама для себя. Вот какой инсайт у меня пришёл. То есть я в свой отдел головного мозга запишу то, что я хочу, и буду к этому стремиться. И я поняла, как ещё при чём это сделать. То есть не просто записать своё будущее, а глядя себе в глаза. Записала, и потом я могу посмотреть, и в тот момент, когда я буду это смотреть, я буду смотреть глаза в глаза. Это как отражение в зеркале. То есть у меня всё сложилось. Прошла такая красная линия от точки А, упражнения, запись своего будущего, до точки Б, что я записала своё будущее, когда до меня дошло. Почему это надо сделать обязательно? Почему бы и нет? Почему не проэкспериментировать с самим собой, если мы ходим к гадалкам? А гадалками можем быть мы сами. Вот, как-то так. С вами была Лара Шум, Человек-эксперимент. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом видео своим друзьям. Вдруг оно кому-то будет полезным. Пока-пока. Ещё, конечно, то, что вы можете сделать легко, это встать перед зеркалом, тоже глядя себе в глаза и рассказать о своём будущем. Но тогда существует момент, что вы потом не сможете это просмотреть. А ведь это здорово, если у вас будет где-то видео, которое вы можете периодически просматривать.